В тихом и том деле, Господе, Бог поклоняйся, Господень, Tschin, господinnen, потому что ты ищешь в себе во Б colleague, которые мы поклоняем тебе в духе и мысляти, Господи. Ты сегодня ищешь Господенью, coffee, lien от несущего ваше, и тебя, кто ищет тебя, Господи, тот успjin стоит в твоей тренировке. Благослови, Господи, от этойulations, благословище, Господи, Свято, проповедующий, Господи, calorie, отец. Имя Твое, Господи, quiero pl Forward,歡迎, славу, Господи, сила. На yang can you every time youex on God призвание сегодня освобождает слава всемогущий бог Господь и отец твой святое присутствие на этом месте мы просто отдаем господь все в твое любящего собственного продолжаем владычество крови иисус христа господь на этом месте тебе слава честь и полная наше позвонение мы молились своими отца и сына святого духа во имя нашего господа иисус христа и церковь можно сказать аминь я приглашаю брата александр давайте вам поприветствуем сегодня начнем субтитров друзья можете садиться поближе даже потому что вам будет интереснее я немножко быстро расскажу вам кто мы и чем занимаемся и потом мы начнем делать то что мы обычно делает меня зовут александр вот там голубоглазый белокурый сибиряк его зовут александр что самое удивительное кто был александр сергеевич и у нас дома у Ольги у нас две девочки мы оба родились в июле еще есть огромное количество совпадений но мы знакомы всего лишь там четыре года назад мы познакомились мы познакомились и узнали вот если есть совпадения мы поняли что это не зря и что-то господь решил что-то совершать и делать мы его пастырь из россии я живу в городе курске слышали ты был в курске там я танковая битва была он же в городе алек это чуть чуть выше 120-125 километров от курска и мы вместе вот уже служим четыре года наше послание я не знаю послание как называют наша жизнь мы начинали с того что мы делали какие-то группы домашние группы комнаты сверхъестественного служение исцеления пророчеств и смолкование языков потом это перевернул то что мы начали когда опыт какой-то появился и какой-то результат появился мы были евангелизацией все это мы направляли на евангелизацию когда появился какой-то опыт нас начали приглашать в Россию, в Европу, в Совместра и вот так вот мы уже четыре года ну скоро мы четыре года живем на колесах каждый месяц мы потом уезжаем это очень интересно, но и нелегко для наших жен тоже нелегко, для детей когда меня спрашивают, как твоя жена, как твои дети я говорю, ну распартанцы уже привыкли ко всему то есть вот так вот на данный момент мы занимаемся тем, что на такой пришел переходный период мы раньше ездили просто семинары какие-то делали в церквях на эти темы, вот и теперь мы начали получили это Божие откровения после того, как мы совершали вот эти поездки по рафнам городам начали образовываться какие-то группы церкви, начали очень хорошо расти некоторые как бы чуть медленнее и на данный момент мы тут перестроились мы говорили к тому, что мы начали открывать церкви то есть начинали, как мы такие вот, начинали там что-то маленькое и потихонечку сращивали, сращивали, сращивали сращивали, сращивали то есть вот на сегодняшний момент там, как говорится, с Россией в Гнадьмане там около 13 церквей которые в нашем мини-объединении так можно сказать оно не юридическое, а просто оно как бы идейное, так можно сказать идейное то, что мы будем с вами делиться это то, как мы и живем то, как живут эти люди которые в этой церкви начались и мы видим, что это получается получается исполнять то, что Иисус запомнил нам немножко расскажу эту историю чтобы вы поняли, как наделось то, что мы будем с вами делиться я опять расскажу со своей стороны немножко расскажу историю историю с Александром я в России эмигрировал где-то 6 лет назад сам я в Молдавии верующим уже где-то 16 лет был и всяческий свет всегда у меня было желание видеть Бога, который живой который действует, который мог совершать только действия но не было никого, кто меня мог научить как жить такой жизнью и всегда молился я просил Бога, говорю Господи, пожалуйста открой мне как жить, как пережить то, что написано в Новом Завете в Библии потому что я понимаю, что мы должны так жить мы должны так помогать людям и в 2010 году у меня заболела жена заболела болезнью, которую врачи не могли не вылечить и не облегчить она была очень редкая довольно-таки редкая и из-за этого приходит эта болезнь она оглохла во правое ухо ее как бы вестиполярные аппараты он, конечно, разрушался и она приступила и головокружением больше и по 8 часов проходить и интенсивность если раньше раз в месяц чаще, чаще, чаще то есть она становилась потихоньку таким человеком недееспособным я хотел сказать, что терапитонок я еще 30-летний был мы в Кешмире когда-то проезжали там досидовались профессоров были огромное количество денег мы потратили хотя бы мы понимали, что мы не можем ее вылечить но хотя бы хоть облегчить симптомы потому что симптомы были очень тяжелые для нее и это каждое вот такое сильное видовое окружение это срвота постоянно уже будет меч мануать просто было просто обезбоживание потом просто бессилие не выключалось и все тогда и из-за этого ни я не мог нормально работать ни она никуда не могла дети маленькие она нас связала в такой вот церкви и в этот же момент был такой очень тяжелый период в моей жизни ну там разные связанные с разными как бы сферами и в этот момент Бог говорит продавай все и уезжай в Россию для меня это было очень тяжело потому что я никогда не думал о России вообще никогда не нравилось и я больше как бы тянулся к Европе мне больше нравилась Европа и когда мы переехали в Россию который тоже борис уже довольно таки сильно прогрессировал тяжелый такой период два года у нас был в России очень тяжелый период очень очень сложный я не понимал вообще когда мы были в России женщина доктор сказала тебе нужно делать имболидность по крайней мере просто какие то деньги будешь получать потому что нам очень жаль когда еще 30 лет я не был 29 нам очень жаль но болезнь прогрессирует там все вот эти вот есть выписки что она там напомнила глухая все 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 там есть у нас документально и когда мы еще были в Монтайне мне пришло понимание что врачи не могут нам понять и помочь и мне нужно единственный выход если Бог исцелит ее то есть это единственный выход мы начались какие-то какие-то учения кто мог бы показать как валиться за исцеление небольшой опыт был у меня там в освобождении совсем маленький небольшой но что касается исцеления я ничего не знал вообще ничего появились первые семинарии на русском языке в то время не знаю здесь не было очень мало не было по исцелению толкового можно понять что делать что делать не просто там чтобы он хочет истрелить а что делать я не знал что делать не нужно послушать я осознал что нужно просто болезнь я думаю сейчас мы эту болезнь выгонем но почему-то такое было что приказы что ничего не происходит хуже хуже и у нас три года борьбы и не берем и не было когда уже кризис очень сильный и я помню одну ночь она разбудила и мы начали молиться я просто спал и почувствовал что моя душа просто проваливается я понял что я умирал сейчас дух смерти это был кризис когда мы поняли что сейчас или погибнет или она исцелиться и я получил откровения стал библии прочитал про 10 прогреженных я понимал что нет никаких схем нет формул и какая формула для моей джины как разные пробовали вроде как отступает снова появляется симптомы вот такая бабла тяжело у нас до этого не было в исцелении мы не знали как должно происходить не было никого кто мог бы научить и приходилось поздавать все вот таким способом на такой тяжелый болезнь я читал историю про 10 прохоженных видения я увидел при стенке стоит иисус и группа 10 подходят 10 человек прохоженные они о чем-то с ним говорят и потом они уходят мне бог сказал если бы это увидел что бы сказал что Иисус не исцелил по дороге они исцелили по дороге 27 километров они 3 дня идти и бог видишь как они начали действовать как будто они исцелены и бог сказал для вас вы должны действовать как будто она уже исцелена если вы уже молились вы должны пробовать делать что-то но это было специфически для моей жены это не значит что теперь для всех это такое и для меня было тяжело потому что мне нужно было сказать это жене и я думал как это и сказать чтобы не было развода что типа давай делай что-то хватит сидеть иди на работу или что-то такое делать ну шутки 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 мы когда делали семинары мы учим людей как шутить правильно если хорошо уже получается не мы были уже воспринимать нормально я когда приехал в Россию не все понимали он у нас не было но он уже научился и моя жена подходит и говорит нет говорит Бог не сказал чтоб я пошел на работу ну я думаю ну слава Богу мне не нужно эту тему сказать ну я ей сказал иди иди она говорит купи мне вот эту газету где вот развлении там по работе я буду устраиваться и она ну я думаю вот вы должны понять я поцеливно забываю вот в момент когда она болела она сделала паспорт русский себе вот я хотел хотел сделать цветную фотокопию ее паспорт чтобы вы видели как она выглядела как она выглядела когда она болела вообще сорок девять килограммов ударила измучена черными глазами такое то есть болезнь она столько ее измучила она пошла устроилась так что подала своей вот так вот резюме да подала там фермы кроссовки это классно тяжелая и там отказали подала ювелирный магазин еще и взяли на работу в магазин метро отдел фрукты его очень ящики нужно работать сутки сутки через двое как она будет работать у нее болезнь только так немножко что-то спорили только разнервничался и начинался как бы вот все эти вот симптомы все начинались как она будет работать сутку и таскать холодно там холодно 16 градусов там таскать ящики и она пошла ее взяли на работу и она говорит я когда пришел туда я села глухая на одно ухо там был взлом в основном окружении вот ты худая и там было много кандидатов ее взяли на работу и она говорит все просто не видно что происходит они не видят что они не видят меня что ее взяли туда и она когда с кем-то разговаривали там мне говорили они говорят что ты что глухая я просто не понимаю ваш русский диалект вот действительно там так странно разбирали я тоже сначала не понимал ааааааааааак я думал работала, вообще ни разу близко кто-то повторился. И она, когда устраивалась на работу, говорит, господи, только что мне на скорость что-нибудь забрали. И прошло немножко времени, и еще и ее слух полностью вернулся, и она получила полностью исцеление. И в этот момент мы были в разных, попробовали разные церкви, которые как найти, которые мы, ну, где прилепиться, так можно сказать. И Бог вам сказал, видите, там баптистская церковь, видите в нее, ну, такая более либеральная, там некий молится на языках, ну, такая вот, там прославление такое хорошее. Мы пришли в эту логическую церковь, я посмотрел, мне насколько не понравилось там, я говорю, что это такое, что это значит, они молятся по очереди, где это видно? Ну, все равно, все равно молятся, шакарабара. Я говорю, не поверь, не поверь. Я сидел, я так ссоркнул, почти не нравилось там, а потом Бог говорит, пойди пастору, скажи, что ты начинаешь заслужение исцеления в этой церкви. Мы пошли, мы с ним поговорили часа два, и такое ощущение, что я вот обо всем не беру, за эти два часа с ним раздаваю, а раздаваю на разные темы. Я думаю, вообще, а потом когда закончили, он говорит, ну, давай, начинай. И мы пригласили одну сестру, которая, ну, с Украины, которая двигалась в исцеление, она сделала семинар, и после семинара, вот это был самый интересный момент, такой в нашем начале, вот это вот прямое начало, то, о чем называется, после семинара, то есть для бабушки говорят, брат Александр, ну, вы знаете, давайте мы начнем делать в комнату исцеления по субботу, там, чтобы не исцеление, а вы будете лидером, я говорю, о, отличная, давайте. Ну, и, знаете, я сейчас рисовал такой, говорит, мы уже добылись пастором, ну, там, другой церкви, он дает свой зал, например, такой же, и мы будем там собираться каждую субботу перед им проводить служение и исцеление. И я такой, давайте, в картине, о, у нас сейчас пробуждение, люди придут, там, пастыряда придут, все там, короче, и шел я, короче, у одни бабушки сидят, один дедушка, не на столе сидят, короче. И я такой пришел, руки сразу опустились, да, где-то, причем до колец сразу, вот так вот. Ну, и, и я начал, начал, как бы, ну, там, с ними вот это, служение и исцеление. Но я понимал, что здесь не служение и исцеление, это Игорь Господь прислал, чтобы я их похоронил всех, что ли? Какое исцеление? И уже нужно к тебе уже скоро идти. И Бог, и Бог говорит, ты, давай, давай, иди в связи. Пусть верим в малом. И я сидел, и вот не каждый раз приходишь на субботу, у тебя руки, и у тебя руки еще ниже опускаются, знаете. И уже, когда уже опустились практически до пола, ну, началось что-то происходить, какие-то исцеления начали происходить. Ну, и уже как-то более ободрился. Но самое интересное, во сколько было это служение в таком виде, вообще из лидерах, я только положу, он вообще никто не приходил. Вообще никто. Мы начали валиться, вот были разные периоды. Сначала там говорили, все, что вы говорите, это не правда, это ерунда, все. Типа, потом, когда вы говорите, свидетельство, вы говорите, да вы обманываете, все. Потом мы начали читать. Надо записывать на видео свидетельство, понимаете. Потом говорят, вы говорили этих людей. Мы говорили, нет, можно записывать на видео сам процесс. И потом, когда уже доказательство были неопровержимые, они просто сказали, вы просто колдунули. Ну, я понял, что религиозную аудиторию ты не убедишь ничем. Даже и северные воскресы, они скажут, они сказали, как с Иисусом, да? Как говорят обычно? На самом деле, он не умер, там была у него клиническая смерть. А потом, когда его сняли, он его нажил. Ну, такая вот теория. И, ну, и вот так происходило. И в момент, когда мы начали его служить, против конца Бог начал собирать людей таких ключевых. И вот один из таких ключевых людей покаялся молодой парень, 16 лет. Он сейчас мой помощник в курсе, 16 лет. И через полгода они лишили по Москве, нашли мертвого бомжа, и они лишили его воскресить из мертвых. И так 10 раз в минуту он воскрес из мертвых. Полили из него. То есть, а он еще даже библи не начался до конца. То есть, ну, полгода покаяния было. А для нас началось послужение все больше каких-то таких, ну, ярких чудес, ярких. Ну, были, ну, как бы, не взяли исцеления, какие-то были маленькие исцеления, но иногда вот такие были яркие исцеления, прям, реально крутые. И мы поняли, что нам нужно вот двигаться, двигаться, двигаться. Разные периоды были, тяжелые, ну, какие-то были, ну, как бы, ну, так вот. Потом он сказал, вам нужно, да, пророчественно, гладиализацию. Начинаем гладиализацию. Люди начинали обращаться к Иисусу. Ну, не массово, потому что у нас не было много, но потихонечку люди там принимали Иисуса, принимали водокрещение, оставались в церкви. И так, такой стабильный, знаете, стабильный прирост потихонечку в церкви был. Потом еще один из ключевых наших, таких, как бы, прорывов, да, Духа Святого. Но вот вы должны понимать, что у нас вообще не было учителей. Мы вообще у нас не было ни учения, ничего не было у нас. Мы просто вот пробовали это делать. И когда у нас начало получаться, мы подумали, нужно какое-то учение сделать. Потому что это нужно научить, как любить людей. А то у нас такой был момент, когда мы молились за людей, ну, за исцеление, и вообще каким-то невероятным способом вдруг мы узнавали, как их зовут, сколько им лет, какие-то, ну, какие-то анимации из их семейной жизни, ну, из их прошло. Сначала мы думали, что это просто совпадение. Ну, когда уже, там, десятка раз, двадцатый раз, ну, так далее, мы думали, слушай, наверное, что-то с пророчественными дарами связано. Можно нам, вот, поизучать, что это такое? Мы начали все этот вопрос, начали практиковать уже как-то целенаправленной верой, когда мы молились, начали уже верить, что Бог будет через пророческие дарами что-то открывать. Ну, и Бог, конечно, открывать. Потом, вот, Александр, они жили в морле. Они тоже развивались в исцелении, но больше они развивались в исполковании языков. Через исполкование языков они получили откровение, что им нужно приехать в Курск. Но они приехали, и мы познакомились. Они познакомились, и мы познакомились, не они были. Их группа, наша группа. И мы с Александром тоже познакомились, и вот постепенно Бог у нас отправил по России ездить, по городам. Мы в первый город поехали, и мы думали, поедем, и все. Вот так вот мы поехали уже 4 года, ездим, ездим, ездим. И момент, когда наше служение, ну, я говорю, в Курске, да, оно вот преобразовывалось очень часто. Потом оно преобразовалось из-за какого-нибудь исцеления в домашнюю группу. И моя домашняя группа была самая успешная, потому что она вышла до 40 человек сразу. 40 человек, у нас такая квартира небольшая была, одна комната, вот. Лето, забивается видеть, 40 человек, решать нечем. Я продолжительным говорю, давайте так, вот, одну пятницу приходит одна, одна часть, другую пятницу, другую. Потом невозможно. В коридоре стоять, в кухне стоять, вот так вот. У людей была огромная жажда, огромная жажда и желание переживать Бога живого. Мы, они хотели переживать. И на наших домашних группах, ну, постоянно что-то происходит сверхъестественно. Освобождение, исцеление, какое-то пророческое слово. Людей приводит неверующих, отпавших туда. Кто-то, кто-то говорит там, ну, к примеру, говорит, я вот хожу в церковь, ну, к примеру, да? Он говорит, у меня родственник покаялся. Я, говорит, хочу не себе столько, а к вам отправить, короче, но отправлять к нам. И вот так родилась наша церковь, наша община. Сейчас там тоже около 30 человек, таких постоянно. Но так как я постоянно ездил, и вообще, на самом деле, вот то, что я приехал в Болгарию, это такая последняя, одна из последних наших таких поездок. Потому что сейчас уже мы будем заниматься в основном церквиаде, которые мы, ну, начали, и чтобы они росли, там, по 20 жителей. Ну, конечно, тут и ездить, но уже не в каких масштабах. Мы, там, в неделю, в месяц по два города ездили. То есть, как говорят, я еще не представляю, какую силу нам было такое. И то, что мы хотим с вами поделиться, ну, эти принципы учения, это то, что родилось, знаете, вот написано «Деяльное кинодейки». Иисус делал и учил. Вот так и у нас получилось. Мы сначала делали, а потом сформировалось какое-то учение. Это то, что еще интересно, когда мы, начиная на стиле смежения, а потом работа было много. И получается, что всё, это не было вообще ни секунды свободного времени. Ни надо было какое-то время выделять, чтобы читать фильмы и молиться, чтобы было настолько, ну, как бы, все забито, и нужно было служить, 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 служить. И не было возможности такую книгу почитать, это то есть сначала вот, много практик было, практик было. освободилась и сформировалась какое-то учение у нас учение очень практичного показан как делать как это делать показывать рассказывать и показывать когда вас уже сформировалась у своего времени у меня была возможность считать там разных книг или немного конечно семяностых пророков а мы это открыли то есть не узнав от них мы открыли это практика что эти принципы мы открыли что они работают практика я реально что в туфе спал но реально все все одинаково то есть вот такие вот вещи поверхностных вещей вам сказать какие-то упражнения практически которые мы используем на домашнюю группу чтобы не были служи то что мы используем регулярно и вот вы должны понимать у нас есть несколько школ таких масштабов у нас есть там школа исцеления делать школа освобождение внутреннего исцеления пророческая школа столкнование школы столкнования снов это собственно пророчество темы по лидерству темы по вашим группам разные есть темы там конкретно школа о вере и и каждый из них занимает от двух до четырех дней поэтому естественно что вы сейчас вам все не сможем дать и после того как мы вам покажем ну расскажем покажем у вас будет больше вопросов чем ответов ну просто это хорошо потому что вы начнете искать ответы на эти вопросы поэтому друзья я благословляю вас чтобы у вас было открыто сердце и то что вы узнаете что вы используете для того что вы любите людей хорошо это была такая работа а забыл последнее сказать у нас есть ну мы есть в фейсбуке и вконтакте там у нас есть группа свободе жизни или сейчас такой friends of jesus и в ютубе у нас есть канал friends of jesus друзья Иисуса почему друзья Иисуса